Это прадедушка, это первое поколение нашей династии. Дальше идет дедушка. Долго преподавал второе поколение. Далее его сын Александр Галина. Итак, четыре поколения учителей. Ольга младше всех, хотя в школе работает уже 10 лет. Преподает математику и информатику и не представляет себя в другой профессии. Кроме педагогического вуза она закончила экономический факультет и даже могла попробовать себя в банковском деле. Но энергия, которую дарят дети, оказалась дороже. Я любила проверять тетрадки. С детства играли в школу, поэтому для меня выбор стоял однозначно и бесповоротно. Тем более с учениками отношения отличные. Главное правильно рассчитать грань между учителем и другом. Это уже совет от поколения постарше в семье Вышинских. Это фото 66-го, я предположу, года. Демидовщинская школа, где папа работал учителем. Наталья Николаевна Ольге приходится двоюродной бабушкой. Ее родители тоже математики. Когда-то 35 лет отдали школе. Теперь и сама Наталья Николаевна на пенсии, но продолжает работать с детьми. Когда Наталья Николаевна на больничном, мы все скучаем, грустим. Когда она приходит, радуемся, обнимаемся. Важно, чтобы между учителями и учеником были какие-то дружеские взаимоотношения. Что касается каких-то таких житейских ситуаций, да, я всегда замечаю, либо ребенку плохо, либо он там о чем-то задумался, либо что-то случилось. Вот я уже вижу в коридоре, они еще до кабинета не дошли. Я там говорю, Женька, а что там ты такой вот хмурной? Или там, а что там вот это вот? Вот, ну, как-то более-таки эмоционально жизненные на первый план выплывают моменты, а уже сумма знаний, наверное, на второй. Хотя результаты мои дети показывают хорошие. Может, я бы лучше поставил бы она немножко хуже? Нет, наверное, я лучше, а ты хуже. Я считаю, что... Нет. Видите, опять спорим. Два учителя дома шутят в Ишинске, а это трудно. Спорят часто, в основном в решении сложных задач. Любовь к детям, как и к точным наукам, им тоже привели родители. Познакомились в педуниверситете и по сей день в школе. На селе своя специфика. Классы маленькие, от 3 до 11 человек. И помимо школьной нагрузки, детям приходится много помогать родителям по хозяйству. А значит, задача учителя — объяснить материал так, чтобы на домашнее задание уходило меньше времени. И из ученика получился не только крепкий математик, но и просто хороший человек. Это, наверное, самая большая награда для учителя, выпускников, слова благодарности. Слова благодарности выпускников. После выпуска. Через 5, 10, 15 лет, когда они придут и скажут спасибо. А так, да, это самая большая награда для учителя. Всего в педагогической династии Вышинских 25 учителей. Если сложить время, которое они посвятили детям, в сумме получится больше пяти столетий. Младшая из трех дочерей Вышинских еще учится в 10 классе, но с профессией уже определилась. И как папа не пытался переубедить, похоже, династия будет продолжаться. Катерина Круталевич, Ирина Никитина, Юрий Титов. Наши новости ОНТ.